туберкулез возбудитель по латыни называется микобактериум туберкулезис открыт робертом кохом в 1882 году морфология тонкие слегка изогнутые палочки длина 1 4 микрометра полиморфны могут образовывать фильтрующиеся формы жгутиков не имеют спор и капсул не образуют грамм положительные содержит 10 40 процентов липидов поэтому кислота устойчивы и окрашиваются по методу циля нильсина культивирование микобактерии туберкулеза облигатные аэробы элективные среды глицериновые картофельные яичные элективная среда ливенштейна йенсена содержит яичную взвесь малахитовый зеленый и различные соли колонии на питательной среде появляются лишь через 2-3 недели они сухие желтоватые и морщинистые на жидких средах через две недели появляется пленка которая становится ломкой и морщинистой а бульон остается прозрачным резистентность во внешней среде и токсино образование устойчивы во внешней среде в проточной воде сохраняются более года чувствительны к солнечному свету факторы вирулентности кортфактор и эндотоксин который носит название туберкулин выделяют следующие типы микобактерий туберкулеза микобактериум туберкулезис длина 1,4 микрометра они тонкие длинные встречаются в 90 процентах случаев патогенные для человека и морских свинок растут в присутствии глицерина микобактериум bovis имеют длину 0,52 микрометра это короткие толстые палочки встречаются в 10-18 процентах случаев патогенные для крупного рогатого скота и морских свинок в присутствии глицерина не растут существует также атипичные микобактерии эпидемиология заболевание антропозанозное и поливоротное поэтому источником инфекции могут быть люди больные и бактерионосители а также крупный рогатый скот пути передачи воздушно-капельный и воздушно-пылевой контактный алиментарный и вертикальный путь передачи поучительная история при флюорографии у 19-летней марины обнаружили признаки начинающегося туберкулеза но приглашение в диспансер марина игнорировала больной она себя не чувствовала а тут еще к свадьбе готовилась вскоре марина поменяв фамилию уехала с мужем в другой город молодая женщина стала матерью но на ухудшение своего здоровья не обращала внимание трагедия разыгралась внезапно заболел и через несколько дней скончался от туберкулезного менингита ее трехмесячный ребенок когда марину обследовали у нее обнаружили двухсторонний туберкулез легких с массивным бактериовыделением больнице пациентку начали интенсивно лечить но было поздно 20-летнюю женщину спасти не удалось патогенез при аспирационном пути в легких образуется первичный инфекционный очаг который при благоприятных условиях жизни рассасывается рубцуется обезистляется 80 процентов людей инфицированы микобактериями но не болеют туберкулезом под влиянием других инфекционных болезней психических физических травм может быть казеозный распад с образованием каверны и переходом хроническую форму особенности современного туберкулеза чаще встречается у пожилых людей инфицированность детей снижается и отмечается лекарственная устойчивость по данным всемирной организации здравоохранения в европе выделяются микобактерии туберкулеза устойчивые к антибиотикам поэтому никто в европе не застрахован от туберкулеза клиника клинические формы многообразные чаще всего туберкулез легких при генерализации процесса туберкулез мочеполовой системы костей суставов мозговых оболочек кожи иммунитет у человека есть естественная резистентность иммунитет не стерильный развивается гиперчувствительность замедленного типа связанная с аллергической перестройкой и активацией т-лимфоцитов лабораторная диагностика исследуемый материал мокрота промывные воды желудка засевать необходимо сразу потому что желудочный сок губительно действует на микобактерии а также моча спинномозговая жидкость первый метод бактериоскопический он основной и наиболее распространенный из патологического материала готовят мазки окрашивают по цилю нильсину при малом количестве бактерий применяют метод обогащения и метод флотации более надежным является метод люминесцентной микроскопии второй бактериологический метод он имеет явное преимущество позволяет выявить даже 20 микобактерий в исследуемом материале дает возможность отдифференцировать патогенные микобактерии от атипичных и сопрофитных посев производят в две среды ливенштейна йенсена и финна 2 но микобактерии растут медленно 6 недель и это недостаток бактериологического метода существует ускоренный метод прайса 3 биологическая проба заражения морской свинки 4 серологические реакции реакция связывания комплимента реакция непрямой гемагглютинации 5 аллергический метод проводится с новым туберкулином коха его получают путем высушивания микобактерий размельчение в глицерине и очищение от балластных веществ через 48 часов учитывают результат внутри кожной пробы манту если в организме есть живые микобактерии то возникает местная воспалительная реакция ее механизм при сенсибилизации организма антителами не циркулирующими в крови а связанными с клетками происходит взаимодействие антигена с антителом в клетках и развивается воспалительный очаг разберем поучительные истории о заболевании туберкулезом больной 35 лет жалуются на потливость слабость быструю утомляемость повышение температуры до 37 с половиной градусов в течение последнего месяца периодических кашель при рентгенологическом обследовании обнаружена очаговая тень в области верхней доли правого легкого предварительный диагноз очаговый туберкулез верхней доли правого легкого как провести микробиологическое обследование и лечение данного пациента сначала необходимо провести микроскопию мокроты окрашенной по цилю нильсину если результат отрицательный то использовать методы обогащения затем надо посеять мокроту на селективные среды ливенштейна йенсена и финна 2 рост колонии будет отмечаться только через 1-1,5 месяца выделенную культуру по кортфактору надо идентифицировать если результат отрицательный то нужно провести полимеразоцепную реакцию для обнаружения днк микобактерий в мокроте лечение проводится при подтверждении туберкулезной этиологии процесса еще врачу поручено организовать вакцинацию против туберкулеза какие препараты необходимо использовать и какие тесты необходимо применить для оценки эффективности вакцинации для профилактики применяют живую вакцину bcg перед вакцинацией ставят пробу манту профилактика живая оттенуированная вакцина кальметта гарена два француза кальмет и гарен длительно культивировали туберкулезные микобактерии на картофельно-глицериновой среде с добавлением желчи они сделали 230 пересевов в течение 13 лет и получили вакцинный штамм с 1924 года это обязательная детская прививка в советском союзе вакцинация внутрикожная в наружную поверхность плеча на четвертый день жизни ревакцинации в 7 лет в 14 лет при положительной реакции манту вакцину bcg не вводят лечение комплексное рациональное полноценное питание витамины аэротерапия лечебная физкультура санаторно-курортное лечение противотуберкулезные препараты первого ряда традиционная стрептомицин в тивазит паск противотуберкулезные препараты второго ряда после проверки на чувствительность этиономид канамицин рифампицин за последние три года заболеваемость туберкулезом а это одна из 10 возможных причин смерти снизилась 24 марта это всемирный день борьбы с туберкулезом причины снижения заболеваемости эффективность лечения и широкий охват профилактическими прививками благодарю за внимание